В рамках рейда комиссия побывала на предприятии по производству пива ТОО «Казбер Групп». Представитель компании, пожелавший остаться неизвестным, постарался заверить представителей властей. Деятельность завода не наносит ущерба экологии. Всю жидкость, которую мы выбираем из барда, это есть пивной сусом. Мы его используем для брожения. А саму барду, получается, мы уже продаем. А здесь грузовые машины приезжают, мы можем вас пригласить, когда у нас производство запустится. Вы это все увидите в части. Белковая масса, которая после дрожжения остается, мы ее изымаем в канистры и специальными реагентами погашаем. Понятно. Вы технологию Акимугорода доложили, но факт показывает, что то, что вы в канализационную сеть сбрасываете, там превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ имеется. И имеется органических веществ, в котором продолжает бродить и в выходе на коз образуется серый водород. Вы вот сюда твердую часть, которую можно продать, продаете. А вот остается жидкая часть. Сусо у нас все уходит в принципе в пивное производство. Мы редко, когда было возможно, допускаем, но это самый редкий случай, когда случается. Наша последняя проверка показала, что у нас превышение. Ну, это разово было. Самый настоящий центр зловония в Ак-Тубе располагается на территории канализационно-очистных сооружений Туаакбулак, что неудивительно, ведь сюда стекают отходы со всего города. При этом Акбулаковцами по поручению Акимобласти реализуются ряд мероприятий по улучшению экологической обстановки в городе. Так ведутся подготовительные работы по модернизации канализационных очистных сооружений, построенных еще в 1980 году. Уже разработана техника экономического обоснования, которая проходит экспертизу. Сейчас проводятся работы, мы накрываем наши каналы, чтобы уменьшить выбросы газов в атмосферу. Далее, значит, мы сейчас ведем переговоры с зарубежными компаниями по установке оборудования, так называемый «мокрый барьер». Это оборудование позволит в те моменты, когда ветер в сторону города будет вспрыскивать ароматизированные вещества, и это тоже даст заслон тому, чтобы запахи в сторону города шли. У членов комиссии нашлись нарекания и компании по переработке рыбной продукции ТОО «Бонус Интернешнл». Представителю компании напомнили об ответственности за соблюдение санитарных норм. В противном случае будут приняты соответствующие меры. Мы будем теперь регулярно, часто проверять. Если вы не наведете порядок, материалы мы уже передали в экологический департамент, СЭС, дальше в прокуратуру. Если они по своей линии будут вас привлекать сейчас, будут штрафовать вас. Но если вы порядок не наведете, из-за вас люди точно так же будут продолжать страдать, то вплоть до закрытия предприятия через суд. Было дано указание установить на производстве локальные очистные установки для снижения вреда окружающей среде. Аналогичные рейды отныне будут проводиться регулярно. По этому вопросу, по поручению Акима области составлен план мероприятий на три года. Это вопрос нет нового года. И решение вопроса тоже нет нового года. Но по плану мероприятий мы в данное время действуем. На этот год уже мы по плану мероприятия построили три очистных сооружения. Собираемся провести конкурс на замену колонизационной линии по жилгородку. И по установке мокрых барьеров мы совместно работаем с предприятиями иностранных стран. На сегодняшний день поступает продолжение по установке мокрого барьера, по утилизации барды, по всем вопросам. Мы в данное время работаем в плановом режиме.